Друзья, я вас приветствую на канале «Ослуженном просто!» Меня зовут Сергей, и сегодня будем говорить снова про Commandex Framework, это такой модульный монолит, который построен на платформе DAWPF с использованием плагинов, ну и собственно говоря, используя фреймворк, называемый MVVM. Я буду использовать Community Toolkit, вам тоже основательно, настоятельно рекомендую его использовать, потому что много плюшечек, много фишечек, но видео не про это. Видео про то, что, давайте так, есть такое понятие как Commandex, это как фреймворк, который позволяет как раз создавать модульные монолиты. Модульный монолит состоит из модулей, то есть есть какая-то shell-оболочка, которая является таким запускателем команд и набор каких-то плагинов, причем эти плагины могут быть разные, от какого-нибудь выполнения HTTP-реквеста с возвращением какого-нибудь результата, или просто триггер, или копирование каких-то данных, или выполнение какого-то, допустим, скрипта, так и в принципе мини-приложения, которые могут запускаться в модальном окне, запускаясь и выполнять определенные действия. Ну и модальные окна бывают разные, начиная от dpf-приложения, какого-нибудь там, введите фамилии, имя, отчество, или, допустим, там, большой-большой модуль, который может быть отдельно создаваться отдельными командами и нести там целый какой-то контур обусловленных функций для какой-то предметной области. Ну, это если кратенько, а сейчас давайте переключимся в Visual Studio и я покажу, что изменилось с последней версии у Shell, что появилось, как этим управлять, ну и потыкаем команды. Перед тем, как показать, что новое, давайте я покажу текущую версию, ну, вернее, старую версию, которая была до того как. Я ее сейчас просто запущу, так, наверное, будет целый простой вариант. Итак, у нас есть список команд, которые, в общем-то, мы можем потыкать, собственно, и посмотреть, допустим, настройки для этого модуля и как они работают, на самом деле вы наверняка помните. Так, вот она открылась. У каждой команды есть какие-то настройки или могут быть, и программа пытается найти эти настройки в файле с расширением .env в той папке, где лежит эта сама .dg. Если ее нет, то она создает пустой файл, я его здесь не буду использовать. в данном случае, вот, например, настройки для команды result. Вот, message welcome. Давайте здесь напишем какой-нибудь там побольше вопросов. Нажму сохранить, закрыть. Ну, мне нужно перезапустить, пока Shell не умеет это делать. Итак, вот он, result. Запуск. И, как видите, вот он welcome. В общем, и в целом, нужно сказать, что команды могут быть разные, как я уже сказал, и, соответственно, могут использовать настройки или нет. Так вот, для того, чтобы для конкретной команды посмотреть настройки, например, тот самый result. Мы нажимаем кнопку настройки, она открывается, редактируем, закрываем, перезапускаем, запускается. Это первое. Ну, и запуск команды, естественно, запуск, и даблклик тоже открывает команду, и дальше хотелось бы вот что сказать. Есть уже какой-то поиск, панель включается, включается, например, result. Давайте по-английски напишем. Вот он result. Ну, и фильтрация здесь уже, собственно говоря, работает. Есть кнопка logs появилась, которая открывает папку, в которой лежат логи. Ну, вот, в данном случае у меня сегодня 21 число, и вот логи, которые я уже здесь в какой-то момент нафигачил. Вот, собственно говоря, тот самый welcome. Здесь можно посмотреть, тоже, на самом деле, удобно посмотреть логи, если вдруг они вам нужны. Еще непосредственно, что было в старой версии. Открываем команду about, и видим здесь, что версия 1.6.0. Мы видим какие-то настройки, где лежат, собственно говоря, команды, папка для артефактов, и вот есть вот такая штука, называется ArtefactFoldSize. ArtefactFoldSize это вообще та штука, которая умеет загружать некоторые nugget-пакеты, которые нужны для ваших модулей. Ну, было бы глупо запихивать все в один в Umodel, в смысле, было бы глупо все nugget-пакеты, которые потребуются для ваших контролов, запихнуть в Shell, и тогда бы ваши команды, которые создаются в других репозиториях, другими разработчиками, или в другом месте, в других проектах, могли бы нормально запускаться, но это глупо на самом деле, поэтому было бы неплохо. И как это сделано сейчас, каждый из команд может иметь свою собственную настройку для nugget-пакетов, которые он использует, и Shell может загрузить эти nugget-пакеты, и они складываются в папку Artefact. Как видите, я сейчас ее очистил, нажав на, собственно говоря, вот этот ArtefactFoldSize. Ну, это такая секретная фича. Нажмете и узнаете, что она работает. Как узнать, что она обновилась? Ну, например, для загрузки статуса налогоплательщика используется один nugget-пакет, я его делал для... Вот он, он загрузился, вы видите, здесь какие-то данные можно обвести, но я ничего не поделал, не важно. И теперь, если нажать на nugget, вот у нас обновилась, но сейчас их сбросить нельзя, и поэтому открывается окно, где это лежит. Сбросить нельзя, потому что программа их использует, эту папку. Но если перезагрузить и снова открыть about и эту папку сделать reset, то она удалится, потому что папка освободится. Вот такие вот нюансы были реализованы в предыдущей версии. По большому счету здесь, собственно говоря, и так все понятно. Список увидели, дернули, чудо замечательно, хорошо. Переключаемся в новую версию и про нее поговорим. Наверное, нужно начать с того, какие были минусы в предыдущей версии. Ну, во-первых, колонка справа, которая была практически пустая, не использовалась, на которой были папки, она, собственно говоря, мешалась и это, на самом деле, не очень было удобно. Во-вторых, каждую из нужных команд нужно было кликать практически на кнопку. Ну, и было неудобно то, что просмотр был одинаковый для всех. В новой версии появилось меню, собственно говоря, где те же самые команды вынесены. Ну, то есть, кнопка about, как была здесь, так и осталась. Собственно, open lock появилась, но теперь у нас появилась быстрая кнопка. Ну, и надо сказать, что и вьюшка у нас теперь может быть отображена по-разному. Вот такой простой вариант. И, собственно, вот такой простой вариант. И вариант посложнее, который работает по умолчанию. Кстати, теперь можно значение по умолчанию задавать. То есть, вьюшка будет открываться автоматически в том варианте, который вы выберете. Это все делается в файле настроек. Ну, и выбранная команда. Соответственно, можно как запустить ее, так и посмотреть, допустим, ну, вот мы смотрели для вот этой команды настройки. Они, вот здесь их нет. Ну, ладно. Не важно. Видимо, она показывает по умолчанию. Давайте кликнем, да, welcome по умолчанию и потому, что они найдены на настройках. Ну, суть сводится к тому, что появилась еще одна новая фишка. Обратите внимание на вот эти вот штуки, которые по большому счету говорят о том, какие теги привязаны к каждой из команд. И на основании этих тегов теперь можно построить иерархию. И эта иерархия будет соответствовать тому, то есть, каждый из команд тег, который попадает в иерархию, будет попадать в то место вашей менюшки, куда, собственно говоря, вы ее записнете. Например, я создал иерархию. Давайте для начала я вам ее покажу. Вот она. Эта иерархия может быть как жестко фиксирована, так и, например, получена с какого-нибудь API. Тобственно говоря, вы можете управлять этим меню. И она строится вот таким образом, что меню, которое вы создали, имеет определенные там теги. Давайте я еще раз покажу. Вот здесь вот. У каждого пункта меню есть теги. И это древовидная структура, где, например, есть значения даже вложенные. Вот саб-группа есть один и саб-группа два. Как это работает? Очень просто. У нас есть у каждого из тегов, чтобы их стало видно, нужно отключить расширенный вид. Вот смотрите. Empty, Empty, Empty. Это название непосредственно самих групп, то есть менюшек. И, например, вот в команде CommandWithResult есть получение экспоната. А также есть HTTP Client Result, то есть который по HTTP, и если в нее вложение, посмотрите, повторяется. Здесь один, здесь второй раз. Потому что у нее два тега, и она лежит и в Result, и в HTTP. И, соответственно, в диалоговых окнах есть такая же штука. То есть есть Wizard Команд, который тоже открывается в диалоге. И есть Person, но у него тоже два тега. Один Wizard показывается. Теоретически, если бы мы сюда вставили тег «Диалог», то она появилась бы еще вот в этом месте. Но так как есть Person, я сделал отдельную группу, которая называется Person. Какие-то Entity. И здесь есть диалоговая. Wizard, в том числе, о которой я говорил. И проверка на глупотечника. То есть меню вы можете строить сами, как захотите. Собственно, надо сказать, что даже по моему поиск по ним работает. Ну, например, что там у нас есть. Давайте я напишу Person. А вот. Если обратили внимание, она, ну, пока не удаляет, ну, наверняка будет удалять. Вот. То есть вот, собственно говоря, тот самый команду, которую, собственно говоря, запытаясь. Person. Вот она. Вот так вот. Person. Вот. Теперь правильно описал. Вот где она встречается, то есть, собственно, там она и появляется. Вот. Вот. А нет. Вот. Вот. Ну, неважно. Суть сводится к тому, что это, как бы, вот, работает. То есть, по идее, я могу это быстрым кликом переключать. 2, 3, 4, 5, 6, собственно. И, более того, при старте, как я сказал, можно указать значение по умолчанию. Будет открываться тот вид, который вам нужно. Ну, и Ctrl. У дюшка, в общем, появились быстрые кнопки, как вы видите. Ну, на самом деле, они переключают дюшку достаточно быстро. Что еще появилось снова? Ну, как я уже сказал, вот эта команда тегов меток, она, как бы, будет еще наверняка дальше развиваться. Здесь видно группы, в которых эти метки используются. Теоретически это все уже доступно на сайте GitHub. Есть репозиторий, которые, собственно говоря, обеспечивают все потребности вот этого командекса. И в каждом из них есть ссылки на друг дружку. Более того, давайте я, наверное, чтобы не быть голословным, открою. Вот тут вот GitHub у меня есть. Здесь у меня вот есть Shell, например, репозиторий. И в каждом из репозиторий есть вот такая информация, собственно, где, чего можно найти. Более того, есть возможность еще посмотреть видео. То есть, допустим, начальная идея вообще, с чего это задумывалось. Первое знакомство, вот, собственно, здесь есть. Ну, и есть уже непосредственно описание того, как это будет в Shell использоваться. И дальше по нарастающей. Там описание команд, например, вот, command, по их типам распределение result. И в каждом из видео пример того, как это, собственно говоря, делается. Или будет делаться, или вообще, или в принципе. Сейчас, наверное, будет неплохо сказать следующее. Собственно, подписывайтесь на канал. Подключайтесь к разработке. Будет, я думаю, интересно. На самом деле эта штука очень полезна в том смысле, что команда сможет дергать и микросервисы в том числе. То есть, это такая распределенная система помощников команд. Далее, в будущем, планируется сделать UI, грубо говоря, который, по идее, будет как раз модульный монолит. Не просто из наборов команд, а который сможет формировать меню в зависимости от того, какие команды в нем есть. Фу, вроде бы все сказал. Вам, собственно, всего доброго и пишите правильный код. Субтитры создавал DimaTorzok